МЕЛЬНИЦА НА ФЛОССЕ ПРО МАНУ ДжОРЖ ЭЛЛИОТ Сценарий Джеймса Эндрю Холла Шестая серия Никак не закончишь, Джереми? У тебя, верно, голова кружится от всех этих подсчетов. Каждый вечер одно и то же. Сколько, отец? 123 фунта и еще несколько пенсов. Ничего не изменилось за тот час, что он их пересчитывает. 123 фунта, Бесси. Это к нам никогда не выбраться. Сколько нам еще нужно выплатить? Больше трех сотен. Я должна найти другое место. О, дорогая, будь осторожна. Нынче не просто найти работу. Но в школе мне платят так мало. Я должна работать денно и ночно, как Том. То, что я приношу за неделю, гроши. Я поговорю с Люси. Может, она знает кого-нибудь из Сент-Окса, кому нужна гувернантка или компаньонка. Том, милый. В такой-то час... Что стряслось, сынок? Ничего. У меня было так мало работы, что я ушел пораньше. Дядюшка Дин сообщил, что увольняет тебя. Скажи правду. Нет, мама, ничего такого он не сказал. Напротив, он говорил о моем повышении. Вполне справедливо. Собственному племяннику. Принесу чай. Нет, не уходи, мама. Кто-то должен принести чай. А Мэгги и пальцем не пошевелить. О, Мэгги только что пришла из школы, Том. Неважно. Я принесу чай. Жаль, что ты потерял деньги на перепродажу зерна, отец. Да, тяжелым выдалось это дело. Не дожить мне до того дня, когда все наладится, Том. Доживешь, отец. Ты увидишь, как будут выплачены твои долги. Более того, ты заплатишь их своей собственной рукой. Несколько лет назад дядюшка Глэк одолжил мне денег, чтобы я наладил торговлю с судовладельцем из Лейсхема. Мне повезло, отец. Сейчас у меня в банке 320 фунтов, а в будущем будет еще больше. Все наши долги будут выплачены. О, мой мальчик. Отец. Мой мальчик, я знала, что ты все поправишь. Отец, с тобой все в порядке? Полно, отец. Полно. Мама, у нас есть бренди? Да, бутылка, что сестра Сидин привезла на Рождество. Отец. 31-го в Золотом Льве дядюшка Дин назначил встречу всех кредиторов. Мы все будем обедать там в два часа. Там будет дядя Глэк и остальные. Мне бы хотелось, чтобы ты принес деньги, Том, чтобы глянуть на них, увидеть их в своих руках. И ты сделаешь это. В Золотом Льве. Благослови тебя, Господь, Том. Том, ты должен сказать речь в Золотом Льве. Хорошую речь. Нет, отец. Это ты ее скажешь. А я правда. Я скажу. И Уэккем услышит об этом. Он, должно быть, уже что-то знает. Сегодня утром дядя Дин поместил объявление о собрании кредиторов в Вестнике. Сон загладил мою вину перед тобой, Бесси. Теперь ты снова будешь в довольствии. Пожми мне руку, сынок. Великое дело, когда у человека есть хороший сын, которым можно гордиться. Уэккем был бы рад иметь такого сына, как наш Бесси, высокого, статного, честного молодца вместо этого бедного, скрюченного калеки. Теперь тебе ничто не помешает, Том. Ты сможешь добиться успеха в жизни, сынок. Надеюсь, отец. И, возможно, однажды мельница снова станет нашей. Да, поди нас станет день, когда адвокат Уэккем и его хилый сын окажутся ступенькой другой пониже тебя. А когда придет мистер Гест? Вот он появится. Мэгги, он тебе нравится? Он очень умен. Если я не одобрю твой выбор, ты его оставишь? Оставлю. Ты снова драйвишь меня. Мне даже представить трудно, что неприметное существо вроде меня станет хозяйкой в таком величественном особняке, как паркхаус. Люди не улитки, дорогая. От тебя не ждут, чтобы ты была ростом с домом, в котором живешь. Милая Мэгги, ты стала моим утешением после маминой смерти. А ты моим. Я всегда была счастлива. Мне не довелось испытать того, что тебе... Так вот, мы не будем больше грустить. Я обрушу на тебя море развлечений, пока ты будешь здесь. А это платье. Стань-ка. Да, мисс. Интересно, Мария Антонетта была так же хороша в платье с заштопанными локтями. О, так ты заметила? Не могу понять, что за колдовство в тебе. Отчего тебе так к лицу старые наряды? Нарядись я так, вовсе стала бы незаметной. О, конечно, и тебя бы смели с ковра, словно пыль. Дозволен ли мне присесть, милая золушка? Позволь хотя бы обмяться брошками. Это выглядит на тебе глупо. Не нарушит ли она очарование моего вечного убогого наряда? Вопрос лишь в том, подойдет ли твоя маленькая брошка мне. Если мистер Гест увидит на тебе эту безвелушку, ему придется покинуть дом. Иначе с ним приключится истерика. Лучше я прикалю что-то другое, Мэнги. Я ненадолго. Добрый день. Добрый день. Я не знал, мист Альвер, что сегодня мы будем наслаждаться вашим обществом. О, я знаю, вы не любите комплиментов, но... Прошу, позвольте мне хотя бы одну крошечную учтивость наслаждаться вашим обществом. К чему тратить в густую красноречие и самообладание, мистер Гест? Вижу, вы уже обнаружили, что я самоуверен. Люди поверхностные этого не замечают. Из-за ваших хороших манер, полагаю. А не покататься ли нам на лодке, мист Альвер? Вам бы этого хотелось? Думаю, Люси решает, чем нам заняться. Конечно. Я вовсе не имел в виду, что мы поедем кататься вдвоем. Вы должны научить меня грести, Стивен. Крошечным ручкам ни за что не удержать этих весел, Люси. Никаких отговорок. Я не успокоюсь, пока не прокачу Мэгги и вас до Дорл-Коутской мильницы и обратно. О, Люси, даже Тому это оказалось не под силу. Мэгги умеет грести, Стивен. Да, Том давным-давно научил меня. Река, сродни вашему характеру, мист Альвер. О чем это вы? О, это одно из загадочных свойств мист Альвер, полагаю. Не постоянство, как у воды. Тогда вам стоит уподобить реку человеческой натуре вообще, мистер Гест. Все мы непостоянны. Разумеется. Флосс также полон необузданной страсти, как и любой человек. Осторожнее. Эти доски опасны, когда намокают. Спасибо. Благодарю. Чудесный голос у Стивена, правда? Мэгги? Некоторые мелодии так сильно влияют на меня. Когда я слышу их, у меня на какое-то время меняется состояние духа. Хочется, чтобы в моей жизни всегда было вдоволь музыки. Сегодня вечером ты вполне насладилась ею? О, да. Скажи по правде, что ты думаешь о Стивене, хорошее и плохое? Думаю, ему бы пристало больше робить. Робить? По-моему, тебе стоит быть более небрежной с ним. Влюбленный не должен быть самонадеянным. По-твоему, он самодовольный? Да. Ведь ты не испытываешь к нему неприязни. Могу ли я испытывать неприязнь к тому, кто намерен сделать тебя счастливой? В твой следующий приезд Стивен пообещал привезти с собой Филиппа Уэйкема. У него дивный голос. Но, Люси, я не могу с ним видеться. Отчего же? Без разрешения Тома не могу. Я обещала Тому не видеться с Филиппом без его ведома и согласия. Я не представляла, что Том такой деспот. Я поговорю с ним об этом. О, нет, прошу, не надо. Вот уж никогда не слыхала ничего более странного и нелепого. Я могу понять, есть ли Том зол на мистера Уэйкема. Но что он имеет против бедного Филиппа? Филипп влюблен в меня. Мэгги! Как славно! Я так привязана к Филиппу. Мы со Стивеном раза два были у него, и он выглядел столь опечаленным. Я решила, что это из-за его уродства. А теперь понимаю, что он тоскует по тебе. Мэгги? Тебя расстроило, что я заговорила о Филиппе? Ах, Люся, ты так дорога мне. Давай всегда оставаться добрыми друзьями. Что за странное это существо? Конечно, мы всегда будем друзьями. Надеюсь на это. Пошла! Уэйкем. Если бы вы подождали всего несколько минут, мистер Уэйкем, отец вот-вот вернется с собрания в Золотом Льве. Не имеет значения, увижусь с ним завтра. Полагаю, ваше чувство ко мне весьма противоречиво, мисс Талливер. По правде говоря, да. Несчитывая обстоятельства, было очень любезно с вашей стороны пригласить меня войти. Не попрощайтесь ли от моего имени с вашей матушкой? Разумеется. Отец, мистер Уэйкем, оставь нас. Но мистер Уэйкем, оставь нас! В этом не было необходимости, Талливер. Ваша дочь была весьма учтива и обходительна. Что вы делаете в моем доме? Я пришел обсудить дела фермы, но вижу, вы не в духе. Дайте мне пройти. Что у вас на уме? Вы дурак, Талливер. Дайте пройти. Что у вас на уме, Уэйкем? Хорошо. Почему в Фарклоусе вы не убрали камни перед распашкой? Я ведь ясно сказал, что выйдет в противном случае. Но вас, дураков, ведь не научишь. Так найдите себе кого-нибудь другого. Вы верно пьяны? Мне не нужна вина, я и так могу решить. Я не буду больше работать на такого негодяя, как вы, Уэйкем. Уучайте кого-нибудь другого, как вести хозяйство. Прекрасно, будь по-вашему. В понедельник убирайтесь отсюда. Уйду, когда пожелаю. Невежественная скотина, попридержите свой язык и дайте пройти. Не раньше, чем я скажу вам, что о вас думаю. Вы слишком хитры, чтобы вас повесить, Уэйкем, хоть вы этого и заслуживаете. Талливер! Талливер, остановитесь! Уйди, дочка! Отец, остановись! Пусти, я задам ему! Прости, дочка. Не надо было тебе вмешиваться. Ты ушиблась? Вы ответите за это, сэр. Ваша дочь свидетель. Вы на меня напали. Скажите всем, что я отстегал вас, Уэйкем. Покажите им отметины. Вы сумасшедший. Отец! Проводите меня до лошади, мисс Талливер. Кажется, я сломал руку. Вы уверены, что я в состоянии ехать верхом? Один из работников поедет со мной. И сжайте через город, Уэйкем, а не через сэр. Скажите всем, что это у моих рук дело. Ей-богу, вы мне за это ответите. Скатертью дорога. Отец! Отец, с тобой все в порядке? У меня все попыло перед глазами, дочка. Да, отец, не двигайся. Ох, у меня так разболелась голова, Мэйкем. Ах, отец, надо бежать за доктором. Нет. Нет, не оставляй меня, дочка. Мне недолго осталось. Что тряслось? Я встретил адвоката Уэйкема? О, Том, слава богу. Отец! Отец, это Том. Что тряслось? Это сделал Уэйкем? Нет, отец набросился на мистера Уэйкем и ужасно избил его. Я пыталась остановить его. Это мой мальчик? Да, отец, это Том. Том, пожми мне руку, Том, прежде чем я покину вас. Я еду за доктором, отец. Но прежде я должен уложить тебя в постель. Нет, я больше не встану, Том. Это конец. Том, датец, ты должен позаботиться о матери и Мэнге. Будь добрым с ними. Пускай могила будет кирпичной. Чтобы мы с матерью могли лежать рядом. Не убивайся, дочка. Поцелуй меня. Я своего дождался, Том. Отстегал его, по справедливости. Теперь ты должен отобрать у него мельницу. Я постараюсь, отец. Отец, ведь ты теперь прощаешь мистера Уэйкема? Ты поколотил его и теперь прощаешь его? Нет. Я не прощаю его. Ни за что. Может, Бог простит его. Если Всевышний прощает мошенников, он будет милостью ко мне. Том. Двое похорон Мне этого не вынести Сперва бедняжка Сьюзан А теперь сосед Талливер Не стоит, Бесси Если Софи проронит столько слез, сколько пьет вина, нам понадобятся лодки Джейн Глэг, как можно быть такой бесчувственной? А как можно быть столь лецимерной? Ничто тебя не радует так, как похороны Интересно, что задержала соседа Дина Коляска задержалась у церкви, дядя Они вот-вот прибудут Как только все соберутся, надо будет поговорить о будущем, Бесси Что станется с ними? О, мы останемся жить здесь, разумеется Том поможет Люку с мельницей Где твоя голова, Бесси? Том ничего не понимает в мельницах И не забывай, мистер Уэйк ему решать, кто будет управлять мельницей Полегче, Джейн, полегче Но ведь он позволит нам остаться здесь Это наш дом? Дело в том, моя дорогая, что Уэйкем уже подыскивает нового управляющего И если это будет женатый человек с семьей, что вероятнее всего ему понадобится жилье Вы же не думаете? О, нет О, мистер Уэйкем не отдал бы ему наш дом А куда же нам деваться? Бесси, дорогая, это его дом Он лишь позволил вам остаться здесь, пока Тальвер управлял мельницей Теперь же он умер Упакую, Господь, его душу А теперь он умер, и его место займет новый управляющий Но я подумала, что, быть может, теперь, когда Джереми умер Мистер Уэйкем позабудет обиду и будет не прочь продать мельницу А кто, скажи на милость, судит деньги для этого? О, Гест и Ко, разумеется Я бы не связывал с ними свои надежды, Бесси Ах, но они должны купить ее Мама, не лучше ли дождаться, пока все не соберутся? А где Том? Да, где Том? Он с люками-работниками Все они были в церкви А также их жены и дети Что Проков в похоронах? Ведь этот шум и суета не вродят Тальвера Жейн Глэг, ты бываешь такой бессердечной Просто уму непостижимо Опять прочитаешь, Сэфи А бедный муж Бесси еще не остыл в гробу Он три дня как приставился И никакими слезами и прочитаниями его и через 20 лет не воскресить Люси, милая Обожди минутку А если я попрошу тетушку Тальвер пожить у нас? Думаю, она сможет хорошо вести наш дом Гораздо лучше, чем чужой человек А у тебя больше времени останется на молодого Стивена По-моему, это отличная мысль, папа Тетушке Бесси будет здесь безумно одиноко И Мэгги может с ней приехать, если захочет Будет тебе компания Но кто-то должен позаботиться о бедном Томе Том вполне способен сам о себе позаботиться Мама? А, мама Нам лучше уехать Вот-вот появится новый управляющий Я не хочу встречаться с ним Я не могу повернуться спиной ко всему этому К нашему дому У нас нет выбора Почему Гесты не купили мельницу? Просто Уэйкем предложил большую цену Пойдем, мама Не плачь Это наш дом Однажды я снова привезу тебя сюда Я должен, так говорил отец Но как же мы сможем вернуться? Думаю, ты будешь рада вести дом у дяди Дина Люси, добрая крошка А что же будет с тобой? Я сниму комнату Как можно дальше отсюда Новый управляющий Уэйкем Вечно пьяный мужлан Я не хочу видеть, как он с важным видом Ходит по нашему дому в отцовских сапогах Давай, мама Пора ехать Иди Я сейчас спущусь Ох, Джереми Что с нами будет? Ей Богу, Фил, это хорошее место для работы, но у меня слишком болят ноги, чтобы взбираться по лестнице Ты не часто бываешь у меня, отец Но теперь я здесь Пришел взглянуть на твою работу Всякий раз, как я решаю вторгнуться в твою обитель, ты за границей или на эскизах Что же мне тебе показать? Прекрасное освещение дает эта стеклянная крыша Они превосходны, Фил Право, превосходны Да у тебя их хватит на целую выставку Полагаю, да Возьмем эту Ничуть не хуже, чем у любого лондонского художника Над чем работаешь сейчас? Я думал, ты уже не пишешь портретов Все это портретами Сталибер в разном возрасте С той поры, как я встретился с ней в Кинг-Лортоне Ты виделся с ней после возвращения из-за границы? Да, я часто виделся с ней до смерти ее отца На Дорол-Култской мельнице? По близости в лесу Я люблю ее отец И никогда не полюблю другую Она знает об этом? Да, она знает о моей любви Но любит ли она меня? И согласится ли стать моей женой, я не знаю А если согласится, я женился бы на ней Понятно И это расплата за мою снисходительность? За все, что я для тебя сделал? Ты, конечно, снисходительен, отец, и я благодарен тебе за это Но неужели, чтобы вернуть долг, я должен пожертвовать своим шансом на счастье? Думаю, в этом случае большинство циновей разделяло бы чувства отца Талливер был грубым, тупым животным Он его не убил меня Весь город это знает Он умер, отец Скоро месяц, как его похоронили Ты в могилу собираешься унести эту бессмысленную злобу? Господи, разве можно любить мужелана, отклиставшего тебя кнутом? Конечно, нет Но разве нужно переносить вражду на Мэгги, на мисс Талливер? Она не причастна к семейной истории И что с того? Кого интересует, что думает женщина? Важно, из какой она семьи А как же ее наглый братец? Что он думает о ваших отношениях? Он запретил ей видеться со мной, даже писать мне Он запретил тебя? Это просто унизительно, Филипп Я не хочу тебя видеть мужем дочери старика Талливера Не бойся этого, отец В подобных обстоятельствах у нас едва ли появится привязанность Я не знаю лучшей мишени для пули, чем этот высокомерный дьявол Том Талливер Он запретил тебя Боже милости Уйди, не то я тебя порежу Мистер Гест Добрый день, мисс Талливер Нет, прошу, не вставайте Ваша матушка мне сказала, что Лиси нет Это так? Вы верно помните, что по вторникам у нее уроки музыки? Конечно, я совсем забыл Как глупо Как это досадно Бустяки, возможно, я мог бы составить вам компанию до ее возвращения Как вам угодно Кажется, вы не подвержены такому модному порогу, как вышивание Я не умею делать ничего сложнее и изящнее рубашки Ваше простое шитье столь изысканно под стать вышивке Благодарю Лиси говорит, что я не из тех людей, которыми вы восхищаетесь Сказала, что вы находите меня самоуверенным С моей стороны, это было бы крайне невежливо, верно? Еще она сказала, что ваше искусное шитье – настоящая загадка для нее Ведь когда-то вы совершенно не выносили рукоделие Разгадать эту загадку нетрудно Только шитьем рубашек я и могла немного подработать О, мне по душе этот вызов, мисс Талливер Это гордость безняка, которая не стыдится своей нужды Прошу, не уходите Вы не похожи на всех прочих женщин, которых я когда-либо встречал Прошу прощения, мистер Гэст Мэгги Прошу, отпустите мою руку Вы знаете, не так ли? По вашим глазам, вижу, знаете Вы это сделали нарочно Вы пришли сюда, зная, что Люси не будет Лучше бы мне никогда не встречать вас, Мэгги Талливер Я даже не понимаю, нравитесь ли вы мне Конец шестой серии Фильм переведен и озвучен клубом «Киносвалка за углом» Перевод Робби 205Б Отвечу Алексеевичу Киносвалка за углом» Перевод Робби 205 mmм П이를 купит хранworld Перевод Робби 205 см Субтитры создавал DimaTorzok